Добрый день! Добрый день! Добрый день! Добрый день! Добрый день! Спасибо вам! Мне вдвойне приятно сказать еще и о том, что сейчас вышла в Москве книга Мечников, ваша книга, я так понимаю, что она только вышла, у вас еще, может быть, даже авторских экземпляров нет, но это вот та же книга, которая в 70-х выходила в ЖЗЛ. Я понимаю, что, наверное, переработанная, Семен? Ну, слегка доработанная, в 70-е годы, в 73-м году выходила в серии ЖЗЛ, моя книга Мечников, там кое-что было вырублено цензурой, но, в общем, много, немного. На мое счастье, Мечников умер в 16-м году, поэтому, значит, больших проблем не было. А какая основная, вот какая-то добавочная, какой-то момент, который почему-то не прошел в советское время? А, ну, дело в том, что Илья Ильич Мечников, крупнейший русский ученый, можно сказать, русско-французский, поскольку вторую половину жизни он прожил во Франции, работал в институте Пастера, но у него такая маленькая биографическая подробность, он по материнской линии происходил из евреев. Его дед был очень крупный деятель начала 19-го века, зачинатель так называемой русско-еврейской литературы. И потом он стал драматургом Невахович. Ну, вот эту подробность, так сказать, меня редакция настоятельно просила удалить. В советское время? В советское время, конечно. Ну что, поздравляю с выходом книги. Друзья, давайте вернемся к нашим темам. И прежде всего я хотел бы, чтобы мы обсудили вот этот разговор, который состоялся в начале недели между Джо Байденом, президентом Соединенных Штатов, и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Разговор был около трех с половиной часов, он был виртуальный, они не встречались очно. Мы обеседовали, видимо, по Зуму, и я должен сказать, что это первый был такой вот разговор, что называется, по делу между президентом Соединенных Штатов и председателем КНР. Поскольку Джо Байдена, ну вот за эти практически уже 11 месяцев, с января месяца начиная, как-то не нашлось времени побеседовать вот так детально с Си Цзиньпином. Были какие-то звонки, какие-то разговоры, но так это все касалось какой-то конкретики, а вот так, в общем, три с половиной часа такого не было разговора. Насколько он был продуктивный, вот это главное, потому что изначально было заявлено, что мы не ожидаем никаких особенных прорывов в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем. Это было заявлено американской стороной. Мы будем как бы настаивать на своем, но потом выяснилось в результате разговора, что и не особенно настаивали, поскольку формула «Китай единый» — это, в общем-то, то, что совершенно устраивает Си Цзиньпина. И если вот держать такую политику, то тогда, в общем-то, Китай будет делать то, что он хочет, а президент Джо Байден будет рассказывать, что он с этим не согласен, видимо, у себя в Белом доме. Итак, Иван, ваш взгляд, ваш комментарий по поводу этого разговора? Подобные разговоры, они, по большому счету, всегда ставят в сложное положение именно западных лидеров, ну, в данном случае, лидеров Соединенных Штатов, потому что всегда это подразумевает какую-то, если угодно, легитимизацию или шаг навстречу режимам не слишком дружественным. В данном случае мы говорим о китайском, коммунистическом. И, естественно, поскольку, ну, действительно, ничего осмысленного этот диалог не дал, то получается просто, что Байден обозначил свою готовность взаимодействовать с Китаем, а вот Китай, по большому счету, подобное желание особенно не обозначил. Более того, самый для меня, например, важный момент, а именно вопрос с Тайванем, поскольку, напомню, что, так, нескромно немного о себе, как человек, который с большим уважением и симпатией относится к американским консерваторам и американскому консервативному движению, начиная с годов 50-х и его развития, то всегда Тайвань был одним из главных союзников американских консерваторов. Всегда они остаются на его стороне. Поэтому здесь я тоже слежу за этим направлением политическим. И видно, что вроде бы Байден говорил о защите Тайваня, постоянно это озвучивает, и даже прозвучали какие-то реплики про независимость Тайваня. Но потом спешно он дал задних вход, Байден, я имею в виду, и уже пошла речь о том, что нет, пусть вот сами они решают, и как-то совсем не то он имел в виду, и так далее, и так далее. Если же еще вспомнить, что когда было не так давно обострение очередное, и самолеты китайские залетали в тайваньское пространство, и Байден тогда заговорил про какое-то несуществующее тайваньское соглашение, там явно перепутал сразу несколько других, то действительно тут есть от чего беспокоиться. Я напомню, на Тайване очень не хотели по опросам победы Байдена, полагая, что он не станет сильным союзником, там ждали победы Трампа. И действительно, пока, судя по англоязычной тайваньской прессе, к Байдену относятся с очень-очень большим опасением, и не видят в нем ту силу, которая может стать союзником Тайвана. Ну а да, то, что вы сказали, это политика, появившаяся довольно-таки давно, а именно один Китай, а каждый считает, будь то Тайвань или Китай материковый, какой Китай настоящий, она, да, она очень удобна, ее можно трактовать как удобно. Ну вот я, да простится мне такой архаизм, продолжаю считать, что настоящая китайская республика – это Тайвань, а материк – это территория, временно оккупированная коммунистами. Правда, время затянулось, к сожалению. К сожалению, затянулось. Кстати, я хотел бы отметить, тут любопытный есть момент, когда Джен Псаки, пресс-секретарь Байдена, президента Соединенных Штатов, она сказала во время брифинга, что президент Байден не считает председателя КНР своим давним другом, несмотря на то, что китайский лидер приветствовал его на онлайн-саммите именно такими словами. Здесь удивительная какая-то вещь. То есть выходит Си Цзиньпин в эфир на эту встречу и говорит, вот мой друг Джо Байден. Байден при этом говорит, что да нет никакой, ну как бы он, он слово «друг» не упоминает. И здесь возникает вопрос, но в конце концов Байден настаивал на том, что он из всех американских политиков, видимо, наиболее близок к Си Цзиньпину, поскольку еще тогда, когда он был вице-президентом при Бараке Обаме, они часто встречались, и он прекрасно знает, и это действительно отношения, но буквально недружеские. После этого, ну вот какой-то нонсенс такой. Опять-таки, один говорит, это мой друг, а второй молчит. И какая-то возникает такая неудобная ситуация, и эту ситуацию пыталась как-то сгладить на брифинге пресс-секретарь, но, по-моему, у нее не получилось. Это такое, на полях, что называется, заметка. Семен, ваш взгляд на вот этот разговор между двумя лидерами двух, собственно, самых великих держав сегодня на Земле? Ну, я не политолог, и в особые детали не могу вникать, вмешиваться, и не имею никакого по этому поводу, так сказать, авторитета. Я скажу только одно. Надо иметь в виду, что слово «френд», мы его обычно переводим как «друг», но оно имеет более широкое значение. По-русски «друг» это очень близкий человек, с которым, как говорится, не раз водку пил, так сказать, душу раскрывал, и так далее, и так далее. Человек не столь близкий, у нас называют приятель, знакомый, товарищ, и так далее. В Америке, в американском, так сказать, я уж не знаю, как там, в британском тонкостях, но в английском, американском языке слово «френд» имеет очень широкое понятие. Поэтому здесь можно, так сказать, какой-нибудь конгрессмен может сказать «my friends» из другого лагеря. Да, «my friend», так сказать, с которым я там и так далее. Вот, поэтому сказать, что он, я его знаю много лет, но он мне не друг, это, с моей точки зрения, похоже просто на оскорбление. Поэтому я должен сказать, что Си Цзиньпинь в этой ситуации повел себя как настоящий государственный деятель. И когда он в ответ на это, так сказать, я его знаю давно, но он мне не друг, сказал мой френд, сказал мой френд Байден, он повел себя примерно так, как повел себя Путин, когда Байден вдруг заявил, что он убийца. Понимаете, такие вещи государственные деятели не заявляют. У меня нет никаких особых, так сказать, симпатий по отношению к Путину. Вот, но президент США такие вещи говорить не должен. Когда он это сказал, Путин на это отреагировал блестяще. Он сказал, что он желает Байдену здоровья. Намекнув на его психическую, так сказать, деменцию. Поэтому, так сказать, это попытка, так сказать, вот как-то сказать о свою и, так сказать, самостоятельности. При том, что он практически по всем статьям, извините, сдает Китаю уже много лет подряд. Практически еще сенатором он всячески отстаивал отношения с Китаем, самый, так сказать, добрый шел. И при этом он, так сказать, ну, как бы считалось, что таково его мнение на то, что выгодны Америке. Потому что тогда мы не знаем, но сейчас мы знаем о тех миллиардах долларов, которые сын Байдена регулярно получает от Китая. Миллионы, миллионы, миллионы он миллиарды не получает. Да, но Байден, да, и Байден, и, кстати, и сын, и отец они получают, в общем-то, от Китая, так же, как и украинское дело. Но это сейчас, пока Байден находится у власти, отец и сын его удачно продает картины. И как бы все это отошло в сторону, все эти разговоры о коррупции в этой семье. Я хотел бы, Иван, обратить внимание, что было несколько брифингов после всех этих трех с половиной часов разговоров. И был задан вопрос, помогли ли переговоры снизить напряженность между двумя супердержавами. И представитель администрации на это сказал, что это не было целью переговоров. Что отношения между двумя странами не следует рассматривать как отношения взлетов и полетов. И он сказал, что он не думает, что ослабление напряженности было целью или обязательно станет результатом. Ну вот такой ответ. Я не совсем понимаю, зачем тогда вообще нужна любая беседа, если вы даже не стремитесь к тому, чтобы как-то подвинуть ситуацию в свою сторону. Или ослабить напряжение, Иван. У меня к вам вопрос. Мы следим на протяжении 10-11 месяцев за внешней политикой Байдена. Мы наблюдали его недавно в Глазго, мы наблюдали его в Риме. И вот теперь мы говорим о трех с половиной часовой беседе с председателем Китая. На мой взгляд, абсолютно проваленная политика. Она какая-то беззубая. Он не может не настаивать ни на чем. Он как-то уходит в сторону. Он там где-то за порогом. Он говорит о том, что он будет стучать по столу. Но как-то у него это не получается. Иван. Да, я с вами полностью согласен. Никакой осмысленности в политике внешней администрации я не вижу. И, наверное, я в этом не одинок. Потому что за громкими лозунгами о защите западной демократии и каких-то действиях, нацеленных на то, чтобы режимы антизападные, не буду их лишний раз называть так или иначе, они уже упоминались, что их будут ставить на место. Но вот этого не происходит. Напротив, мы видим, что режим Путина укрепляется так или иначе в Европе из-за политики, о чем мы, так понимаю, еще сегодня будем говорить, связанной с добычей энергоносителей. Китай все более нахально себя ведет по отношению к Тайваню. И уже идут разговоры, что едва ли не после Олимпиады, возможно, будет какая-то военная операция. Байден по-прежнему озабочен возвращением в иранскую сделку провальную. Хотя видно, что сам Иран уже не хочет в нее возвращаться, потому что полагают Байдена фигурой временной. Это не мое, кстати говоря, мнение, а довольно многих аналитиков. То есть пока все, что мы видим, это одержимость Байдена вот этой новой игрушкой либерального эстеблишмента. Использую такое словосочетание, так как оно с 60-х годов в ходу, и я в нем какой-то конспирологии не вижу. Так вот, эта игрушка – это борьба с изменением климата. И складывается такое впечатление, что любая страна, которая пообещает Байдену какое-то сотрудничество в этой области, будь то Путин, будь то Си, будь то еще кто-то, Байден сразу же забудет о борьбе за демократию и будет охотно сотрудничать с этими странами. Потому что одержимость какими-то, по моему, конечно же, мнению, не слишком разумными мерами, связанными якобы с тем, что можно при помощи огромных затрат и повышения налогов влиять на изменение климата и на климат вообще, но, увы, на сегодняшний день это стало гораздо более важным вопросом, чем боевая готовность, чем война идей и готовность защищать идеи западной цивилизации. Это все уходит на второй план, и на первом плане, вот повторяю, как бы что-то сделать с погодой путем огромных денежных затрат и каких-то не очень осмысленных международных договоренностей, встреч и альянсов. И в этом плане преимущество, увы, не на стороне Байдена, увы, потому что, хоть я к нему, ну, увы, отношусь без большой симпатии, но он лидер великой страны, поэтому как-то надо все-таки ему пытаться оказывать поддержку, как я считаю. Но здесь преимущество он отдает своим противникам заранее, по моему мнению. Ну, кстати, Иван, когда мы говорим о разговоре с лидером Китая, параллельно ведь рассматривается неучастие, обструкция Олимпиады в Пекине в 2022 году. С одной стороны мы говорим о налаживании контактов, а с другой стороны, это не значит, что это, кстати, будет бойкот Олимпиады Соединенными Штатами, поскольку с нашей стороны Соединенных Штатов речь идет о том, что спортсмены все же прибудут. Но никакой делегации, ни на каком уровне Соединенные Штаты в Пекин не пришлют. Иными словами, мы покажем, вот эта проблема опять-таки Тайвань, уйгуры и так далее. Мы пытаемся говорить с Си Цзиньпином, который прекрасно знает, что вот готовится теперь вот такое постановление, по которому Соединенные Штаты будут игнорировать очень важную для, естественно, Пекина Олимпиаду. Это немножко также напоминает мне ситуацию, как с нашими союзниками. Мы говорим о том, что мы налаживаем связи, к примеру, с Францией. И потом Франции даем пощечину в этом контракте с атомными подводными лодками, которые, кстати, французы эту пощечину до сих пор не простили. И недели три назад выступал министр иностранных дел, сказал о том, что да нет, у нас ничего не нормализовалось. Мы это воспринимаем как предательство со стороны Соединенных Штатов, поскольку в обход нас был прекращен в результате между нами и Австралией контракт, а контракт возобновился между Великобританией, Соединенными Штатами и Австралией. Ну вот такие у нас какие-то действия, касающиеся внешней политики. Вот этот бойкот Олимпиады, он даже, по-моему, и не обсуждался двумя лидерами. Опять-таки, все вот такие спорные точки, все острые какие-то, актуальные. Старались их обойти в этом разговоре? Три с половиной часа люди беседовали. Иван? Да, действительно, башли этот вопрос. И, кстати говоря, я не думаю, что это какая-то уж очень большая угроза. Я понимаю, когда действительно полный бойкот Олимпиады, я даже не говорю, хорошо это или плохо, но это действительно какое-то заявление. Картеру, правда, это не помогло, напомню, победить на выборах 80-го года. Его запоздалые действия антикоммунистические. То же самое и здесь. Но кто вообще обратит внимание, если уж честно, мы скажем, на отсутствие какого-то набора дипломатов и чиновников, так как Олимпиада, ну все-таки не про это. То есть это такой абсолютно декларативный ход, если он еще будет сделан. А то пока это на уровне разговора. Меня, я с вами полностью согласен, больше смущает позиция Байдена в отношении союзников. И с Францией, ну да, Франция, Франция. Но на самом деле с Британией Байдена обходится ненамного лучше. Или с Австралией в той же самой, раз уж мы упомянули этот окус-союз. Потому что на Австралию идет постоянное давление тоже, чтобы там принимались какие-то меры по сокращению выбросов, вне зависимости от того, как это повлияет на австралийскую экономику. В смысле Британии давняя и для меня болезненная тема, но я постараюсь ее не развивать. То, что сила, и весьма такая серьезная, это ирландское лобби. Это не конспирология, поверьте мне. И то, что Байден, у которого были там какие-то отношения с ирландскими партиями и так далее, он оказывает давление на Британию в связи с Брекситом и так называемым северо-ирландским протоколом. И в реальности это вмешательство очень серьезное во внутренние дела своего союзника, ближайшего Соединенного Королевства. Это очень серьезное давление на правительство Джонсона. И это не совсем то, как минимум, как надо себя вести со своими ближайшими союзниками. А происходит именно это, к сожалению. Ну, кстати, вот по поводу ближайших союзников. Лидеры Соединенных Штатов, Канады и Мексики в четверг провели трехстороннюю встречу, чтобы обсудить как давние проблемы, связанные с изменением климата, миграции, экономической конкурентностью, так и новые вызовы, включая пандемию COVID-19. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Мексики Андрес Манюэль Лопес Абрадор встретились с президентом Джо Байденом в Белом доме. Ну вот в данном случае, опять-таки, давайте начнем с Мексики. С Мексикой у нас существуют очень странные сегодня отношения. И мне кажется, когда мы рассматриваем ситуацию на границе, другая совершенно, другая тема совершенно, на границе с Белоруссией и Польшей, с Белоруссией и Литвой, то то, что происходит с Мексикой, это, в общем-то, тоже с точностью до наоборот. Там Белоруссия становится транзитной страной, туда прилетают в Минск огромное количество людей, пытаются перейти границу с Польшей или границу с Мексикой. И в результате поляки заявили, что они построят около 500 километров стены, Литва заявила около 300 километров стены, чтобы отгородиться от мигрантов. А у нас все происходит совершенно иначе. У нас через Мексико, она тоже получается транзитной страной. Пруд и пруд. Я должен сказать, что миллионы людей. У нас только в финансовом году, который начинается с 1 октября, так вот, финансовый год, который начался с 1 октября 2020 года и закончился 30 сентября 2021 года, за этот год только схвачены за руку при переходе границы были 1 миллион 750 тысяч мигрантов. 1 миллион 750 тысяч мигрантов за один финансовый год. Можно считать, что, я думаю, в 2020 году и ноябрь, и декабрь, да и январь, это еще времена Трампа, там сложно было перейти границу. Значит, это практически за 9 месяцев. Уверен, что еще столько же людей перешли границу. То есть, можем считать, что за один год у нас границу вполне вероятно перешли 3 миллиона человек. Ну, за 4 года Трампа это будет 12 миллионов человек. Мы говорили уже об этом, понятная идея, сделать страну однопартийной, поскольку, когда эти люди получат гражданство, они будут голосовать за демократическую партию. Так вот, Мексика сегодня, она тоже страдает от этих мигрантов, но у нас получается, что стены нет и к нам приходит кто угодно. Я в разговоре с нашим украинским корреспондентом задал очень простой вопрос. Литва, Польша, они ставят стену почему? Потому что они не хотят нелегалов в своей стране, которые дальше пойдут в Евросоюз. Стена ставится, потому что мы не хотим нелегалов. А если стену не ставят, не значит ли это, что мы хотим нелегалов? Итак, давайте поговорим об этой встрече. Семен, я хочу, чтобы мы начали как-то с Мексики, а потом уже тему Канады. Опять-таки, и Канада, и Мексика – это наши союзники. Посмотрите, как мы с ними поступаем. Геннадий, это очень важная и очень острая тема. И прежде всего я хочу сказать, что внешняя политика неотделима от внутренней политики. И в этом вопросе, может быть, больше, чем в китайском, хотя в китайском тоже, это особенно ясно проявляется. Президент Байден, будем так говорить, я не считаю вообще, что Байден – президент страны. Это ЗИЦ-президент. За ним стоит какая-то группа людей, ну, например, мы представляем, какая, которая им манипулирует. Он только открывает руки, говорит то, что им нужно, но поскольку он еще не очень хорошо читает, то он часто говорит многие вещи не в попад. Но мы знаем, что они пришли к власти для того, чтобы погубить ту Америку, которую мы знаем, в которой мы живем. И они это делают эти последние 10 месяцев. Они это активно делают. Их критики со стороны, так сказать, республиканцев, со стороны права говорят, вот они не знают ситуации, и они плохо понимают, что происходит. Они вот даже, эта Камала Харрес ни разу не была на границе, хотя ее там по назначению, и так далее, и так далее. С моей точки зрения, они прекрасно знают, что они делают. Им не нужна та Америка, которую мы знаем. Америка, в которой на первом месте стоят права личности, права собственности, и, так сказать, свобода слова, свобода, так сказать, высказываний, свобода собраний, и так далее, и так далее. У нас свободу получают бандиты, которые устраивают погромы. У нас свободу получают вот эти так называемые нелегальные иммигранты. Само это словосочетание – это нонсенс. Потому что иммигрант – это статус, легальный статус. В Америке живет очень много людей, которые живут здесь легально, но не являются, я имею в виду иностранцев, которые живут здесь легально, но они не имеют статуса иммигрантов. Они приезжают по рабочим визам, они приезжают по студенческим визам, они приезжают по туристическим визам и так далее, и так далее. Вот они не иммигранты. Иммигрант – это статус, который дает право людям постоянного жительства в этой стране, которые прошли определенные процедуры, как мы в свое время проходили. Это люди прут миллионами через Мексику. И мы знаем, как Трамп в свое время заставил Мексику не пускать их в Мексику, потому что он перекрыл границу и сказал, что Мексики разбирайтесь с ней. Тогда Мексика закрыла свою южную границу. И люди прорывались с большим трудом уже там. А сейчас, когда им проще границу открыть, пусть они эшелонами двигаются целыми караванами в Америку. Ну, здесь им предоставлены все права. Сейчас уже идут споры вокруг того, обещаны ли им 450 тысяч, неизвестно за что, как пострадавшим. Или это не совсем так положено, а что-то другое. Их заманивают в эту страну. Хотят поменять ее демографический состав. Активно это делается для того, чтобы поменять ее социальный состав. Для того, чтобы сделать ее, так сказать, социалистической. Они строят социализм. Они это делают. Многие этого не скрывают. Другие не хотят употреблять это слово. Но факт состоит в том, что они хотят построить социалистическое государство, где все люди зависят от этого государства и, следовательно, не имеют никаких реальных свобод. Как это было в Советском Союзе, когда мы там жили, когда мы оттуда, значит, правдами и неправдами драфли. Вот, собственно говоря, ситуация с этой мексиканской границей. С канадской тоже все непросто. Ну, с канадской, сейчас мы с канадской, да, мы сейчас остановимся на этом. Вот, собственно, то, о чем говорит сейчас, о чем мы говорим, это встроено в план, который очень известен. Значит, он называется Build Better. Build Back Better. Значит, построим лучше, чем было. Ну, вот, построим лучше, чем было, это значит, что вначале мы разрушим до основания. Все это очень известные лозунги 1917 года в другой стране, в другой части планеты. Но после этого 70 лет страна, да и все 80, не могла отойти от того, что было разрушено. А построить ничего не удалось. Ну, вот сейчас мы строим, значит, лучше, чем было. Разрушаем мы все, что угодно. Начиная от памятников, школьное образование, медицину мы разрушаем. По всем направлениям мы идем. Пытаемся изменить состав Верховного Суда. И прежде всего, конечно, это электорат. Вот, тут вы совершенно правы. Иван, и так, вот, мексиканская вся эта ситуация, она ведет к тому, что у нас в результате действительно может быть совершенно изменен демографический баланс. Ситуация будет катастрофическая в этом плане. И у меня к вам вопрос, вот когда мы говорим, опять-таки, о наших партнерах, партнерах Соединенных Штатов. Одно дело, это Мексика. Там происходят страшные вещи. Стена. У нас есть 3,5 триллиона долларов. Слава богу, в половину сократили. 3,5 триллиона долларов, по мысли нынешней администрации, на так называемую человеческую инфраструктуру. Вот туда, кстати, и входит то, о чем сказал только что Семен. 450 тысяч долларов в помощь иммигранту, который пришел и его разлучили с ребенком. У нас много телезрителей, я уверен, которые нас сейчас слушают, даже не могут себе представить, что им разово выделят... Геннадий, можно мне два слова вставить? Да, да, да. Что им разово выделят 450 тысяч. Да, Семен? Да. Знаете, что в 1920 году великий мыслитель, так сказать, коммунистического, коммунизма, который был тогда на коне, потом-то с ним расправились, расправились, Бухарин объяснил, для чего, что надо сделать в Советском Союзе, для чего вообще произошла революция и что мы делаем в ней. Он сказал очень просто, он был откровенный человек, он сказал очень просто, наша задача создать нового человека из материала старой капиталистической эпохи, а для этого надо принимать любые средства, как он выразился очень красиво, начиная от расстрелов. Вот здесь мы сейчас видим, как пока таких откровенных высказываний нет, но мы видим, что здесь у нас взялись за переделку человека. Они это называют человеческой инфраструктурой. Они хотят других людей иметь в этой стране. Они не хотят иметь тех людей, которые мы имеем сейчас. Поэтому такой упор на школы, на дошкольное образование. Да, Семен, да, это понятно. Они культуру, на которой воспитано это общество, они хотят ее уничтожить. Они уничтожают историю, они уничтожают культуру. Иван, у меня к вам вопрос. Итак, мы говорим о Мексике, но с Канадой ведь на этой неделе произошла тоже удивительная вещь. Губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер личным приказом распорядилась остановить канадский нефтегазопровод Line 5 компания Enbridge. И Уитмер указала на то, что взаимовыгодное сотрудничество, обратите внимание, в энергетической сфере не может быть важнее, чем сохранение экологии. На первом месте экология, а на втором месте уже наши договоры с Канадой, наши контракты и так далее. И Канада, Трюдо, он просто, он говорит, я же не представлял себе, вы будете за это отвечать. Я уже не говорю о том, да, она говорит, Уитман, она говорит, что главное для нас это экология в районе американских великих озер. Ну, а то, что там Канаде будет с людьми, это какая разница. Я должен вам сказать, что в Канаде сейчас так же, как и у нас, и у вас, уже вторая половина ноября. Там холодно, и в это время прекращается деятельность нефтегазопровода, потому что идеологически для нас главная сегодня экология. Вот такой идиотизм, и после этого, опять-таки, наш президент, он беседует с премьер-министром Канады. Получается, мы просто оскорбляем, мы просто даем пощечину нашим союзникам постоянно. Иван. Да, это опять возвращает нас к тому, о чем я говорил, именно к помешательству на якобы экологических проблемах, потому что в реальности это имеет отношение не к экологии, а к подрыву собственной экономики, к действительно напряжению отношений с союзниками и к человеческим потерям. Потому что я напомню, что было, да и вы без меня так все помните, что было в Техасе, где пафосно обещанная ветряная энергия, там ветряки просто замерзли, а потом замерзли люди. И получилась, в общем-то, трагедия. То есть, одержимость экологии, она ведет к человеческим жертвам. Потому что, извините, получается именно так. С Уитмер, ну, известно, что женщина достаточно авторитарная, и эпоха ковида это подтвердила. А что касается Трюдо, то тут, знаете, немного ситуации, за что канадцы боролись. За то, как говорится, на то и напоролись. Потому что Трюдо вроде бы тоже себя позиционирует, как такой пламенный зеленый боец, я напомню. То есть, человек тоже по уши в скандалах. Это отдельная, конечно же, тема. И я напомню вам, что по-хорошему последний-то выбор он по общему количеству голосов-то проиграл. Там просто учитывается по тому, кто в какой провинции. Ну, немного похоже на американскую систему. Кто больше набрал место в парламенте, и только за счет такого перевеса победила его партия. А так Трюдо это, ну, такой абсолютно постерный мальчик современного левого либерализма. И когда он, позиционируя себя зеленым воином, начинает жаловаться на подобные ситуации. Ну, правда же, это выглядит немного трагикомично. Потому что сам он активно всему этому способствует. Но видите, когда это ударило по нему непосредственно, вот он обиделся. Оказывается, что все это очень плохо. Это ни в коей мере не оправдывает действия Уитмер, конечно же. Это ни в коей мере не оправдывает действия Байдена, который изо всех сил борется с американской энергодобывающей промышленностью. И тем самым развивает путинские режимы и многочисленные арабские страны, не самые, скажем, дружественные с точки зрения идеологии Запада. И позволяя им оказывать давление, позволяя им вливать доллары и в Европу, в нефтедоллары, и в Европу, и в Америку, и в политику, и в культуру, во что угодно. Но все в этой ситуации оказываются, в общем и целом, виноватыми на самом деле. Так что и мексиканские власти, где там сейчас обстановка достаточно близкая к авторитарному режиму, и канадская. И, увы, американский президент на этом фоне тоже, как бы мне не хотелось обратного, не очень выделяется. Но, естественно, да, союзников надо уважать. Потому что, что бы о них ни думали, контакты с ними надо поддерживать. И такое отношение, когда на Мексику обрушивается огромное количество нелегалов, а не забывайте, что в Мексике этому тоже не очень рады. Потому что публика, которая ломится в Америку, ну, она проходит и через Мексику со всеми вытекающими последствиями. И то, что происходит в Канаде, о чем мы говорили, ну, все это действительно очень серьезный удар по североамериканским отношениям. И, к сожалению, Байден только ухудшает положение, на мой взгляд. Ну, вот я как раз говорил о том, что у нас есть 3,5 триллиона долларов, чтобы решать вот эту человеческую инфраструктуру. Сократили, правда, сейчас 1,8 триллиона, но 3,5 триллиона было, по мысли администрации. А напомню вам, что вся стена, она стоила 7 миллиардов, там, по-моему, 800 миллионов долларов. На фоне 3,5 триллиона, 7 миллиардов, это, ну, даже, я не знаю, это что-то где-то на дне. Но вот этих денег на строительство стены у нас в Соединенных Штатах не было, по мысли демократов. А 3,5 триллиона совершенно спокойно мы могли выделить, за это боролись, напоролись на сопротивление, поэтому сократили расходы теперь вдвое. Не знаю, удастся провести эту программу или нет, байденовскую. Но одну провели по инфраструктуре, не человеческой, а вот такой, технической, уже на 1 триллион он подписал. Вернемся в Канаду. Вот эта компания Enbridge, которую, собственно, теперь прекращена ее деятельность благодаря губернатору Мичигана. Так вот, эта компания, как губернатор считает, многократно отказывалась защищать экологию Великих Озер, которые являются, я цитирую, источником питьевой воды для миллионов американцев. Вот такой пафос тут же идет. Кроме того, многие предприятия зависят от экологической ситуации в регионе. Речь идет о сфере туризма и гостеприимства. Так заявила губернатор Уитмара. Ну, опять-таки, Джастин Трудо говорит о том, что решение, если вы не отмените, то вы тогда будете платить неустойку, и мы начнем судебное разбирательство. Но здесь такой отвратительный совершенно момент. Вообще, на самом деле, этот газонефтепровод, он был заложен еще в 1953 году. И за все время самая серьезная авария была в 2010 году, которую довольно быстро устранили, и, собственно, ничего там не произошло. Вот о чем говорит Уитмар. Много проблем, все это влияет на экологию и так далее. На самом деле, если посмотреть, там ничего подобного нет. Главное – это закрыть нефть и газовые краники. Ну, вот так мы разбираемся с нашими союзниками, Семен. Да, держать и не пущать – это главный принцип всех этих тоталитарных режимов. Они к этому стремятся. Она хочет это делать. Она, я уверена, это делает не самостийно. У нее покровительство есть из Вашингтона. Так что они это делают, они хотят. Вообще, я, как вы знаете, довольно много занимался историей науки, и вся эта истерика по поводу климата не очень напоминает Лысенковщину в бывшем Советском Союзе. Понимаете, вот наша передовая наука, мы этих буржуев за поезд заткнем, мы вот завалим зерном всех, мы накормим, только не мешайте нашему Лысенко делать великую социалистическую науку. А все эти всякие Вавиловы, всякие там Корбеченки, они вот ставят ему палки в колеса, и поэтому иногда не все получается. А поэтому мы их заткнем за поезд, вообще сошлем на каторгу, расстреляем к чертую матери. И что они и делали. В результате сельское хозяйство, как вы знаете, в Советском Союзе рухнуло еще сильнее, чем было бы без Лысенко. Рухнула она из-за коллективизации вообще на самом деле, а науку сделали козловым отпущением. Буржуазную науку, поставили ей социалистическую. Вот сейчас это самое происходит на мировом уровне, с этим самым потеплением климата. Я не специалист по этим делам, но когда начинаешь смотреть трезво на эти вещи, то видишь очень важные вещи. Происходит потепление? Происходит. Происходило в прошлом? Происходило. Миллионы лет назад происходило. Потепление, понижение, потепление, понижение. От чего это зависит? Зависит от солнечной активности. Это не имеет никакого отношения, или, во всяком случае, минимальное отношение к выбросам углекислого газа в атмосферу. Это все надуманный предлог для того, чтобы изменить всю систему приоритетов нашей жизни. И тогда, значит, это не совсем адекватная девочка становится героиней мирового масштаба, и так далее, и тому подобное. И президент Байден хочет изменить весь мир и страну во имя того, чтобы, значит, у нас климат не менялся. Согласитесь, что глобальными вопросами легче всего заниматься. Ну вот ситуация на границе, зачем ею заниматься? Это трудно, это нелегко. Байдену задают вопрос, а как вы объясните подъем цен на бензин на 47%? Он говорит, я не знаю. А что вы собираетесь делать? Он говорит, я не знаю. Зато он знает, как бороться с климатом. То, о чем вы говорите, солнечная активность, это только часть всей этой проблемы. На самом деле, это ученые уже все подтверждено. 29-тысячный цикл существует. И все зависит ни много ни мало от земной оси. Вот как она отклоняется, там какие-то тысячные... Совершенно верно. Да, 29 тысяч лет. Мы сейчас находимся где-то в четвертом тысячелетии. К 14,5 тысячам у нас получается полностью будет, ну, везде будет экватор, да, это будет всеобщее потепление. А потом маятник вернется в другую сторону, и вот 29 тысяч лет, а иначе говоря, это где-то произойдет через 24-25 тысяч лет, вот у нас будет всеобщее замерзание, похолодание. И ничего с этим даже сам Байден сделать не сможет. Опять-таки, просто человечество таких периодов не знает, сколько мы на земле там. 12-14 тысяч лет. Но мы помним прекрасно, кстати, здесь и ковчег Ноя, ведь было же всеобщее потопление, вот все, земля была безвидна. И Ной, собрав каждые твари по паре, как-то спасся, значит, и вот мы, люди, спаслись. Атлантида, которая, кстати, ушла куда-то на дно, об этом нам сообщают какие-то очень давние предки, и говорят нам о том, что то, что мы сегодня наблюдаем на земле, это было не впервые, совершенно правильно. Но, в общем-то, и от солнечной активности, и от наклона земной оси все зависит в немалой степени. Но насколько человек на это влияет, наверное, как-то влияет. Насколько значительно, вот на этот вопрос, Джо Байден нам ответ не дает. Главное для него, чтобы триллионы куда-то распределялись, а там чиновники наворуют. Вот это тоже немаловажный фактор, поскольку коррупция огромна в таких организациях, как ООН, наше американское чиновничество. Если мы вот такими цифрами оперируем, триллионы долларов, то к тебе в карман однозначно что-то попадет. Здесь я бы хотел отметить, когда мы говорим о Канаде, значит, вот губернатор Уитмара. Но все дело в том, что здесь же тенденция наблюдается. Губернатор, ну, в конце концов, насколько там она борется за экологию, насколько ей плевать на канадцев, которые в зимнее время в результате отключены от нефти и газа, это другое дело. А вот то, что это общая политика сегодня Соединенных Штатов, которые возглавляют Демократическая партия, это понятно. 21 января, напомню, Байден подписал указ, который блокировал строительство трубопровода Keystone XL на границе Канады и Соединенных Штатов. Проект предполагал строительство трубопровода мощностью более 800 тысяч баррелей в день. Можете представить себе, скольких мы, ко всему прочему, еще и лишились рабочих мест. Но, главное, это была забота о Мексиканском заливе, куда шел этот нефтепровод. Иными словами, в конечном счете, забота об экологии. Вот так вот у нас сегодня это не просто решает какой-то губернатор Мичигана, это политика всей страны. Иван? Да, к сожалению, так оно и есть. И вот это вот направление, я бы даже сказал, помешательство. И Семен упомянул одну не вполне адекватную девочку, а можно вспомнить еще одну не вполне адекватную девочку, которая, к сожалению, в Конгрессе находится. В Палате представителей, я имею в виду, и много других им подобных. И действительно, эта одержимость, она уже выходит за рамки всего, чего угодно. А самое главное, это то, что нарушаются, в общем-то, заветы, и американская традиция, и заветы отцов-основателей. Джеймс Мэдисон давным-давно, то есть в начале 19-го, как нетрудно догадаться век, писал, что я при всем желании не могу найти в Конституции никаких статей, указаний, на то, чтобы Конгресс мог тратить, пусть даже на самые благородные цели, деньги налогоплательщиков. Тем не менее, мы видим, что сегодня под прикрытием каких-то якобы благих целей происходит именно это. И даже хотя Элизабет Макдонова, женщина, которая занимается соблюдением правил в Сенате, изо всех сил, кстати говоря, она считается демократической назначенкой, что самое интересное. Она противостояла тому, чтобы вот в этих вот ужасающих законопроектах многомиллиардных там так или иначе обозначалась амнистия, потому что это противоречит правилам Сената, за которыми, напоминаю, она и следит. Но вот демократы, да, они забочены тем, чтобы изо всех сил и протаскивать все вот эти вот жуткие законопроекты и действительно делать все для того, чтобы иммиграционная система была просто-напросто обрушена. И, например, когда вы говорите, что были пойманы миллион с лишним граждан нелегалов, то неграждан, а нелегалов, конечно же. То я ведь еще напомню уважаемым зрителям, что зачастую, когда их ловят, их же отпускают. Они должны прийти в суд, но их отпускают, и они оказываются в Америке в любом случае. И в суд они, конечно, не приходят. То есть то, что ловят на границе, это не означает, что их возвращают, депортируют. Это не означает, что они отвечают за что-то. Они так или иначе все равно попадают в страну. Это действительно проблема. Тут, конечно, самое забавное то, что долгие годы демократы считались ястребами в области иммиграционной политики и закона Маккарена Уолтера. И Уолтер, конгрессмен, вообще был едва ли не единственная его консервативная черта. Это готовные защищать границы. Барбара Джордан, конгрессвумен, кстати, чернокожая уже в 90-е годы, была вполне себе сторонницей жестких мер в иммиграции. Но вот те же демократы законом 65-го года Харта Селлера, они открыли вот так или иначе поток сперва для выходцев из тех стран, которые Америки, ну, не совпадают с Америкой по своим ценностям, а теперь способствуют и огромному притоку нелегалов, что, конечно же, является катастрофой. И я напомню, когда-то тоже давным-давно Таквилле писал, что его очень пугает наплыв в Америку немецких эмигрантов, потому что он считает, что люди, которые жили при немецкой бюрократии и не знают американские ценности, они Америку рано или поздно загудят. Ну, видите, если уж Таквилле опасался, что такое может произойти, то, наверное, и нам стоит к нему прислушаться. Тем более, когда речь идет даже не о немцах, а выходцах из каких-то, как бы это помягче сказать, ну, повторяюсь, враждебных Америки по своим идеям стран. Спасибо, Иван. У нас осталось немного времени, но еще одна тема. Житель штата Аризона Джейкоб Чансли. Он участвовал 6 января в беспорядках в Капитолии. Вы помните, это вот тот, который с копьем в руках стоял, у него меховая шапка такая, с рогами такой ряженый. Позднее он получил прозвище Шаман. В среду на этой неделе он был приговорен судом почти к 3,5 годам тюремного заключения. 41 месяц. И, кстати, сторона обвинения требовала для Шамана максимальный срок. 51 месяц тюрьмы. Он, собственно, ничего не сделал. Он даже стекла там не бил. Он вошел в кабинет Нэнси Пелоси, положил по-американски ноги на ее стол и украл конверт. Конверт пустой. Ну, видимо, там было написано, Нэнси Пелоси на память взял. Ну, за этот 41 месяц, в общем-то, тюремного заключения. Так у нас сегодня работает наша Фемида. И вот здесь у меня вопрос и к вам, Иван, и к вам, Семен. В начале Семен. Когда Байден пришел к власти во время инаугурационной речи, он сказал, что для него очень важно объединить нацию. Ну, понятно, при Трампе нация была разделена, а вот при Байдене для него теперь задача объединить нацию. Я напомню, за Трампа проголосовали 74 миллиона человек, а за Байдена, ну, он просто исключительный у нас президент, гений, видимо, избирательной кампании. За него больше 80 миллионов. Рекорд в истории Соединенных Штатов. Такой поддержки не было ни у одного кандидата. Так вот, он говорит, для меня главное объединить нацию. Но каким образом это все происходит? То, что у нас происходило летом, в 2020 году, 60 городов захвачены. Десятки полицейских были убиты. Тысячи полицейских машин были сожжены. Беспорядки на улицах. Захваченные районы. Там все, что угодно происходило. Сплошная анархия. Я напомню, там города, которые по 4 месяца власти в них не было. Погромы, мародерство, вандализм, убийство, бандитизм. Все, что угодно. Я не слышу о том, чтобы хотя бы проводилось расследование хоть по одной из всех этих ужасных историй. То, что у нас сейчас связано с 6 января, вот это, во-первых, это штурм Капитолия, как говорят демократы, во-вторых, это попытка госпереворота. Люди вошли, ни одного пистолета не было. 14 тысяч часов записей внутреннего и наружного наблюдения у спецслужб под столом. Нам их никто не показывает. Каким образом в таком случае объединяется страна? Значит, мы видим, враги это те, кто вошли в Капитолий, через 4 часа их вывели и продолжилось заседание Конгресса. А, получается, друзья, это те, кто уничтожал наши города и ничего им за это не было? Семен. Ну, я могу сказать простую вещь. Все, что говорит Байден, Пелоси и другие, так сказать, вот эти их ораторы, понимаете, это все надо понимать наоборот. Если они говорят, что они хотят объединения, значит, они хотят расколы. Если они говорят, что у Трампа были какие-то нелегальные связи с Россией в избирательной кампании, это надо понимать, что такие связи были у Хиллари Клинтона. И так далее, и так далее. Все, что они говорят, они делают наоборот. Они говорят то, что хотят слышать люди, а делают то, что хотят делать. И, так сказать, всерьез прислушиваться к их словам, это значит, как говорится, идти у них на поводу. Не надо этого делать. Я считаю, что мы видим по делам, потому что происходит в стране и в мире. Мы видим, что речь идет о том, чтобы Америка перестала быть великой державой, маяком для человечества, как страна свободы и процветания, а превратилась в такое, так сказать, заурядное, какое-то, так сказать, третьестепенное государство, где власть... Да, у нас практически времени не осталось. Я считаю, что те преступники, которые у нас здесь, вот все это устраивали летом прошлого года, если они не под следствием, если они не наказаны, я считаю, что в таком случае это преступная власть, которая этих преступников покрывает. Иван, буквально полторы минуты, максимум. Да, если бы вместе с мистером Ченсли посадили и тех граждан, что безобразил в прошлом году, я бы не возражал. Пусть бы все отвечали. А так получается, что среди североирландских лоялистов есть такая поговорка про людей, которых во время разборок 80-70-х арестовывали. И их преступлением была лояльность. Получается, что преступлением тех людей, которых арестовали за события 6 января, была лояльность. А это неправильно. Друзья, время подошло к концу. Я благодарю вас за информацию, за ваше мнение, за комментарии по всем этим темам. Очень тяжелое время, которое мы сейчас в Соединенных Штатах переживаем. Хотелось бы, чтобы к 2022 году как-то это, к выборам я имею в виду, это как-то разрешилось не в пользу тех, кто сегодня действует и злодействует. Только так я могу. Даже исходя из того, что мы сегодня с вами обсуждали, злодействует у нас в Соединенных Штатах Америки. Дамы и господа, благодарю вас за внимание. Всего доброго. До встречи в эфире. Иван, Семен.